Мы начинаем некорадочно думать, что делать. Вот кто сейчас находится из вас в такой ситуации? Что делать, что делать, что делать, что делать? Вы не сможете найти ответ. Потому что сердце, оно, если у него есть силы, оно уже безмыслий находит ответ. Вот, например, у человека едет машина, он на дороге стоит, он не думает в это время. Он просто делает единственное правильное решение, принимает, что делать, понимаете? Или единственное неправильное, если у него плохая судьба. Самомышление, что делать, это неправильный способ жить. И оно основано на том, что я всегда помогаю сам себе. Хотя я не понимаю, что я зависим, душа зависима. Она всегда находится в какой-то среде. Одни души живут в невежестве, от этой судьбы зависимы. Другие страсти зависят от этой культуры страсти. Культура страсти означает, что ты себя показываешь. Надо показывать, что у тебя хороший ремонт, что у тебя хорошая работа, что у тебя хорошее образование. Надо улыбаться всем и показывать, что у тебя хорошая семья. Ну, то есть, это все просто лицемерие. Понимаете? Только культура плавости дает человеку возможность понять свою зависимость. Не быть независимым и делать крутой вид, а понять свою зависимость. И если вы нуждаетесь в помощи, сейчас вам трудно, это значит, что вот здесь, в сердце, само по себе решение не возникло. Нужна помощь. Поэтому не надо думать. Есть другая практика, которая дает победу. Это практика не думания, а деятельности разума. Вот смотрите. Ум, он думает, а разум движется. Находит источник счастья. Ум думает, он выбирает, а разум пробивает в среду, он пробивает в счастье. Ум действует с помощью мыслей, он думает, а разум не думает, он повторяет одно и то же. Разум молится, он повторяет одно и то же. Повторяет то, что приводит его к объекту, к цели, к его счастью. Разум повторяет одно и то же, а ему по уму нужно что-то новенькое. Я когда читаю лекции, я говорю примерно одно и то же, на каждой лекции. Те, кто много лет слушают, они чувствуют, что примерно одно и то же. Но каждый раз, когда они слушают лекцию, они находят решение своих проблем. Хотя раньше, когда они слушали, не находили. Так или нет? Это означает рейтинг с разумом. Разум, ему не нужно ничего нового. Разум, нужно соединиться с объектом счастья. Поэтому слушание лекции, чтение Священного Писания, одно и то же, читать Священное Писание каждый день. Одна и то же монетва, лекция монетва Священного Писания. Это деятельность разума. Спасибо.